здравствуйте дорогие друзья с вами Игорь Юлдашев являюсь главным редактором медиагруппы armtor.ru и сейчас я традиционно в своих заметках редактора представляю вам очередной выпуск но вы видите как я нахожусь немножко такой интересной обстановке меня заставили надеть маску потому что тут на самом деле литейное производство достаточно вредное и опасное производство многие арматуростроители скажут ну как бы у нас тоже есть литейное производство и в принципе нас ничем не удивить но знаете я сегодня решил посвятить наши заметки редактора вообще российскому заготовительному производству дело в том что приезжая сюда на армагус я слышал очень много интересных историй о том что сегодня на предприятии уже и литейного производства то нету и в принципе на предприятии еле работает живет я убедился в обратном за те дни которые я пребывал в гусь хрустальном я можно сказать мог увидеть производство целую школу ту которую удалось сохранить да ни для кого не секрет что сегодня для российских предприятий не очень простые времена хоть и идет импортозамещение и поддержка хоть и конечные потребители начинает поддерживать и стимулирует продажи российского предприятия производства тем не менее очень непростая экономическая ситуация кредитная ситуация но скажем так не очень хорошим способом отражается на их деятельности вот часто мне задают вопросы а что мешает российскому производителю развиваться и работать ну сегодня я вам немножко поделюсь своими мыслями своим опытом дело в том что любое оборудование которое вы покупаете для того чтобы модернизироваться к сожалению сегодня в большинстве случаев является зарубежным то есть идут расчеты в долларах в евро какой-то зарубежной другой валюте ну как правило в долларах так вот вот сейчас я стою на линии холодно-твердящих смесей hts которая в рамках модернизации закуплена была заводом как мне сказали заводчане скоро линия будет запущена я так понимаю это произойдет 2017 году как раз когда вы увидите эти видеорепортажи с этого завода но это все к тому что все закупается за валюту все закупается в нынешних экономических ситуациях и условиях то есть сзади меня происходит вот плавка вы видите ведет ковш сейчас будет разливка металла то есть все это требует модернизации все это требует средств все это требует вложения и сегодня на всем этом фоне кто-то будет говорить что у нас сегодня нет российского машиностроения я считаю что все таки это несправедливо это неправильно поэтому когда вы слышите очередную байку или очередной миф о том что у нас заводы сегодня чувствуют себя неважно и банкротятся задумайтесь какую долю участия вот подобные мифы занимает в этой роли то есть можно сказать что сегодня очень много российских предприятий я бываю очень часто такие как тяжпором арматурный адресин пенсия шпором арматура благовещенский арматурный завод армагус они здравствуют они работают они развиваются и что самое приятное и отрадное люди которые работают на этих предприятиях видят будущее они постоянно модернизируются они постоянно чему-то обучаются они складывают можно сказать практически всю свою прибыль в то чтобы предприятие росло развивалась чтобы оно было ничем не хуже чем зарубежным именно поэтому когда приезжаешь на зарубежную выставку и и слышишь разговоры о том что российское машиностроение арматура строения в данном случае начинает быть конкурентоспособным за зарубежных европейских в том числе рынков становится отрадно и понятно почему сегодня происходит вот такая модернизация почему сегодня наши руководители особенно мудрые руководители смотрят корень что они понимают что без этой модернизации не будет ничего а когда говорят что китай впереди планеты всей мне хочется всегда напомнить один такой факт мы были в механообрабатывающем производстве на заводе армагус так вот они приобрели очень большой станок огромный станок 15 м 40 то есть торок это единица которая обозначает величину диаметр планшайбы токарная карусельная так вот она составляет 4 метра подобные станки у нас в мире производили единичные предприятия и ни одно китайское предприятие на тот момент подобное оборудование производила конечно возможно сейчас что-то и производится но не того качества нет той надежности которая производилась у нас стране еще в те годы в 70 80 в ссср это я все говорю к тому что мы когда-то могли мы были первые и мы стремились всегда повторять новые высоты то есть если говорить то станкостроение сегодня в нашей стране к сожалению уже она загублено и просто так восстановить будет очень трудно но многим не удалось загубить российское арматуростроение она живет и здравствует на зарубежных заводах на многих очень сильно развита программа аутсорсинга это когда завод представляет собой небольшое механообрабатывающие то есть уже в конечной механообработки предприятие а также сборочное испытательное все этим и живут очень многие зарубежные заводы здесь на таком предприятии как армагус вы можете видеть вот то самое предприятие полного цикла когда вам говорят что предприятие работает и здравствует она полного цикла всегда задавать вопрос а что она себя включает для меня полный цикл это начиная от того что заходит заготовка либо уже готовый прокат труба или дополнительные отливки либо она имеет собственно литейное производство и уже оттуда начинается распиловка монтаж металлообработка первичная потом вторичная это уже более чистовая сварка сборка что самое главное везде просутствует контролеру от и к эта система менеджмента качества но об этом я уже говорил что контроль качества он должен быть на любом производстве именно производстве несборочном участке или сборочном предприятии и контроль менеджмента качества показывает насколько предприятие по уровню развито и может контролировать качество качество выпускаемой продукции так вот сегодня в своих заметках я как вам говорил на примере вот такого предприятия как армагус можно сказать что несмотря на все трудности несмотря на все проблемы они развиваются поэтому когда вы слышите очередную байку о том что на каком-то предприятии особенно в россии происходит какие-то изменения банкротства и прочее то это наверное эффект не от того что предприятие не профильное и предприятие просто уже не нужно а это просто неправильный менеджмент и правильное управление но как правило все заключается и заканчивается обычными байками обычными мифами и рассказками распространять и конечно либо конкуренты либо те предприятия которым выгодно просто чтобы это это завод это продукта ушла с рынка вот знаете недавно совершенно заводом икар были проблемы завод закрывался обанкротился до настоящее время его остановить будет потрачено немало сил это не дюжая как говорится задача но тем не менее сегодня завод восстанавливается на примере вот завода икар я могу сказать что сегодня выгодно и очень кстати так и модно даже тренд сегодня производить в россии я очень рад этому потому что когда я начал свою деятельность я задался вопросом почему мы не можем развивать производство почему у нас заводы закрываются можно сказать что сегодня в 2016-17 год эти годы они наверно будут характерны тем что в российское предприятие российское производство поднимет голову то что мы пытаемся вам доказать и показать своих не только заметок главного редактора но и видеорепортажи арматуростроение российское производство именно поэтому смотрите чаще и когда все-таки вы задаетесь идеи посетить предприятие обращайте внимание на полный цикл обращайте внимание на технических специалистов и конечно советуйте с нам мы всегда открыты для диалога мы всегда открыты для партнерства для новых контактов с вами был игорь улдашев мы вели прямой видеорепортаж завода армагу с литейного цеха это показательный цех тем показатель прежде всего что завод полного цикла поэтому читайте нас чаще будьте в курсе самых последних событий удачи друзья до новых заметок главного редактора удачи